Мы жизнь свою проводим средь людей, латая души современных механизмов, и не торгуем в храме без затей, и не приемлем правил формализмов. Лаборатория автомобильной диагностики предоставляет вам диагностику европейских грузовиков и автобусов. Добрый день, мои уважаемые! Стало обыденным явлением выезжать для осмотра новых автомобилей. Помните, у меня был ролик с новыми МАЗами, из 10 один еле выбрал. Сейчас я еду смотреть КАМАЗы. Клиент покупает 4 машины. Я еду в региональный центр, далеко от Москвы, 200 км, к дилеру КАМАЗа, смотреть новые КАМАЗы. Модель КАМАЗ Нео 2, что в дословном переводе КАМАЗ Новая Двойка. Но раз уж КАМАЗ так оценил автомобиль свой, посмотрим, как можно его оценить нам. Итак, едем. Слушайте, Калужская область. Проезжаю заправку. И знаете, вот эти вот рекламные большие щиты, на которых написано, чего сколько стоит, какой бензин. И на нем написано «Черное воскресенье!» И вдруг начинается дождик. Вот что можно здесь подумать, а? На отдельно взятой заправке объявляется «Черное воскресенье», представляете? Наверное, будут заправлять черным бензином. Видите, а здесь черная пятница. У них тут в Калужской области какие-то черные дни настали. Видимо, черного бензина много. КАМАЗ Нео 2, 21-го года. Вроде бы, как неделю здесь стоят. Но немножко они изменили раму. Сидельное устройство стоит чуть спереди. Так. Гудрич резина. HL6 задний мост. Все, как всегда, на вырост. Здесь жгуты. Видимо, рамы разные по размеру. Так они и делают. Спецификации нет под раму. И здесь все, как всегда. Ну и там тоже. Диодные фонарики. Передняя резина тоже Гудрич. Вот так это все сделано. Чтоб отсюда ничего не выпадало на карабинчике. Матрас по сравнению с Актрасом хиленький. Прицепное устройство. Шансовый инструмент. Здесь, видимо, холодильник. Но до него добраться можно только, если полочку откинуть. Знак аварийной остановки. Документация. Тахограф. Печечку мы проверим. Печечку мы проверим. Потом сказали, что проверить. Что изменилось в КамАЗ 5490 NEO 2? Первое. Он имеет увеличенную до 200 мм колесную базу. А контроль нагрузки на ведущий мост теперь осуществляет специальный датчик нагрузки. Второе. Усильная передняя ось Ханде с нагрузкой до 9 тонн. В шарнирных элементах применены сайлент-блоки. Третье. Повышенный уровень комфорта в кабине. Якобы. Дополнительное утепление кабины. Дополнительный войлок до 6 мм. Пол и двери утеплены этим войлоком. Вроде как новый ортопедический матрас для сна. Но и более удобные сидения. Более комфортные. Четвертое. Нагрузка на ССУ. 10,6 тонны. Пятое. АКПП. Аэстроник. 12 ступка. Шестое. Вместимость топливного бака до 1150 литров. Ну и конечно же позиционируется длительный межсервисный интервал. Но это для дураков, которые всерьез думают, что моторное масло может выдержать пробег более 40 тысяч километров. БФ Гудрич. Резина. 315, 70, 22,5. Ростар. Пневмобаллоны стоят нашего производства. HL6. Задний мост. Диодные фонарики. В Орландии сцепное устройство сидельное. Упс. Тирсан Кардан. Производитель. На клапанной крышке написано КАМАЗ. Мерседес. Бачок наш отечественный. В принципе, двигатель чистый, сухой. Турбина тоже сухая. Антифриз в бачке уровень. Все красиво. Говорят, что двигатель уже собирают на заводе в набережных Челнах. Наверное, отсюда и качество упало, я так думаю. Родной двигатель на Аксорах ходил до полутора миллионов совершенно спокойно. А этот выдерживает при хорошем обслуживании и эксплуатации 1800-900. Вот так вот выглядит уже передний мост. Ступица переднего моста. Запуск. У панелька немножко, по-моему, другая стала. Приборы. Контора воздушная уже вот здесь. Центральная консоль тоже другая стала. Запуск. Нейтралка у нас. Коробка механическая, Санрат Фабрик. Кабина не претерпела изменений. Москитная сеточка. В принципе, бедненький матрасик. И холодильник, до которого можно добраться только через спалку. Видимо. Ну, панелька вот другая стала. Гидрач не шумит. Нормально всё. Блокировка. Не использовать на твёрдом покрытии. Да я и не собираюсь. Но работает. Выключим. Давление масла 3 бара. Температура 40. Охлаждающей жидкости. Зарядка 27. Машина холодная. На холодную давит 5 бар. Дальше давление не растёт. Нагреем. Посмотрим. Ну, панелька удобная. Мне эта панель больше нравится, чем предыдущая. Посмотрим, как он набирает обороты. Немножко прогрелся. Почти 60. Нормально. Свои положенные обороты набирает. 2 бара 58 градусов на двигателе. 2 бара масла. Давление. Двигатель прогревается дальше. Давление масла не падает. Можно дальше его не насиловать. 2 бара на хвост их держит. Автономка. Поехали. Немножко добавим ей температурки. Послушаем, запуск будет или не будет. Да, насосик качает, слышим. Вот он. Посмотрим, запуск будет или как. Вот, пошла дымить. Разогревается. Все, пошла работать. А этот уже с коробкой Аэстроник. Коробка Цинрад Фабрик. Аэстроник стоит. Сверху все по аналогии с предыдущими. Уровень охлаждающей жидкости. Патрубок стянут. Сжат. Из радиатора. Это плохо. Посмотрим будет, что дальше. В принципе, собрано еще более-менее. В отличие от МАЗа. Наварены уже ограничители. А патрубок смят в двух плоскостях. Вот, видите. Циркуляция будет плохая. Так, ну что, с коробкой автомат. Посмотрим. Воздух держит первый-второй контур по шести. Нитралка. Запуск. Гидроусилитель не шумит. Все работает. Работает. Сброс тоже на 9 барах. Первый-второй контур 9 бар. Технические жидкости. Все цело, ничего не течет. 57 градусов. 2 бара давления. 28 зарядка. Добавляем оборотов. Смотрим, как растут обороты. Обороты полные. Мой последний автомобиль. Тоже с Аэстроником. Еще тут немножко грязными руками его попачкали. Тоже гудрич. Воздух шипит. Слышите, как здорово слышно. Потом включу зажигание. Посмотрю, какой контур. Ну и потом можно будет определить вообще, откуда он шипит. Да, но жгуты бы, конечно, по-культурнее здесь уложить как-то. Нагромождение такое страшное. А так, в принципе, ничего. Ну и здесь они тоже на вырост сделаны. Старт. Контроль пройден. По первым 6 бар. Второй меньше. Вот это плохо. Забыл педаль тормоза нажать. Старт. Завелся он. Длительно качал. Поставлю ему обороты, пусть греется. Посмотрим. 21 градус, 5 бар давления, 28 зарядка в целлофане. Заводился он длительно, дольше всех. 1515 километров. Вообще интересно, у них у всех, получается, пробеги разные. Видимо, из разных мест их собирали. 55 температура, 2 бара давления, 28 зарядка. Все хорошо. По 9 бар отсечка в контурах. Вообще-то, конечно, маловато будет. Честно говоря, от КамАЗа впечатление от нового КамАЗа лучше, чем по сравнению, допустим, с новым МАЗом остались. Качество сборки у него, по-моему, получше, ребята. А вы как думаете? Вот такой вот КамАЗ. Вот такая у меня поездка получилась. Знаете, что интересно? Завод не может всех дилеров обеспечить новыми машинами, чтобы те их продавали. И дилеры покупают в основном у дилеров, перекупают какие-то остатки. То есть, грубо говоря, в Москве центральные дилеры, да, там в Питере. И дилеры поменьше из других областных центров и городов перекупают эти машины себе. Вот так вот происходит процесс торговли сегодня. Новыми КамАЗами, ребята. Ну, а на сегодня все. Всего доброго. Спасибо за внимание.